Послание к филиппийцам говорит нам о смирении. Мы не должны думать, что становимся ниже своего достоинства, когда сами смиряемся. Ибо тогда-то по всей справедливости мы бываем выше. Тогда-то особенно и достойны почтения. А что высокий низок, смиренный же высок, то в доказательство сего достаточно и слов Христовых, выражающихся я. Впрочем, исследуем само дело. Что значит быть смиренным? Не то ли, чтобы терпеть унижения, порицания и клеветы? А что значит быть высоким? Не то ли, чтобы быть в почтении, в похвале, в славе? Посмотрим же, как это бывает. Сатана был ангел и превознесся. Что же? Не боя ли всех он унижен? Не землю ли имеет он своим жилищем? Не все ли порицают и хулят его? Павел, будучи человеком, уничижил себя. Что же? Не почитают ли его? Не хвалят ли? Не прославляют ли его? Не друг ли он Христов? Не совершил ли он дел больше тех, которые Христос совершил? Не повелевал ли он часто дьяволу, как невольнику? Не оглашал ли его, как палача? Не посмеивался ли над ним? Не имел ли сокрушенную голову его под своими ногами? Не молился ли Асем с великим дерзновением и для других? Что я говорю Асем? Вознесся Авесолом, смирился Давид. Кто же из них стал выше? Кто славен? Ибо что могло быть смирение слов, которые блаженный сей пророк произнес, когда злословил его семей? Оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему. 2 Царств 16, глава 11 стих. Если угодно, исследуем и сами дела. Смирился ли мытарь, хотя поступок его не был смиренно мудрым, но кротко сказаны им слова. Вознесся фарисей, но если угодно, оставим лица, исследуем дела. Пусть предстанут двое кто-нибудь в обае богатые и имеющие великую честь и гордящиеся мудростью, властью и другими мирскими преимуществами. И пусть один из них ищет всех почестей, и не получив он их, гневается, требует сверхдолжного и возносится. А другой пусть пренебрегает сим. Ни на кого не гневается, зато и даже воздаваемую честь отвергает. Кто же из них больше? Принимающий ли, имеющий или воздаваемым пренебрегающий? Явно, что последний, и это справедливо. Ибо не иначе можно получить славу, как избегать славы. Потому что, когда мы гоняемся за ней, она убегает от нас, а когда убегаем от нее, она преследует нас. Если хочешь быть славным, не желай славы. Если хочешь быть высок, не будь высок. Но есть и другая причина, почему чуждающиеся чести все почитают, а ищущиеся чести презирают. Род человеческий по природе как-то любит спорить и противодействовать. Итак, будем пренебрегать славой, ибо таким образом можем сделаться смиренными, или лучше высокими. Чтобы быть вознесенными от другого, не возноси сам себя. Кто сам себя возносит, того не возносят другие. А кто уничижает сам себя, того другие не уничижают. Господу слава во веки веков. Аминь.